всем огромный привет добро пожаловать на мой канал вы часто спрашиваете меня куда же делась моя мама никуда она не делась и сегодня у нас будет как раз таки небольшой такой влог вместе с мамой я покажу чем у меня последнее время занимается мама и также покажу вариант ужина наверное да что она готовит так что кому интересно продолжайте смотреть вот моя мама у меня женщина занятая очень всегда до видеть между слова вот она у меня видите сидит вышивать что-то вышиваешь картину город показать да это часть только такой вещь и еще такой же листочек еще такой листочек да такой же листочек будет тоже города а здесь будет киси 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 вот видите какие вам приспособления всякие да это лупа специально светящиеся это пельца даже ножницы ведь как не надо сами это специально у меня ножницы вот такие кривенькие очень удобно и сада для вышивания даже повесила маячок вы не брали и не стригли бумагу да так что у нас мама получается как либо я уезжаю либо мама куда-нибудь уезжает поэтому ты на суше я на море мы не встретимся никогда вот поэтому получается что мама у меня последнее время не снимается но будет справляться да да и вот она обычно вышивает а пёса нашего тут спит покормленная уже уже покусовничала тоже песе тоже надо худеть до пёса пёси нему нельзя она на улице она какая толстая у нас толстая девочка сон хороший она даже ребрышки не видны на баночка то что вот таким делами занимается мама некогда некогда не поделку в садик надо делать да еще на поделку в садик будет делать вместо родителей вместо родителей да и сейчас будем еще готовить ужин да да мама покажет что она будет готовить вы меня в инстаграме спрашивали как готовится кабачки с яйцом готовит у меня все время мама это наша с ней еда на ужин кроме нас вот это никто больше не ест да поэтому мама их мелко режет мелко-мелко пластиночками на пластиночками чтобы они были протушились побыстрее да ну да так вот потом тушит все на сковородке сачком чесночком начали чеснок добавляешь чтобы маслица было пахло и пахло чесночком потом вот кидаю туда вот кабачки ну два небольших таких кабачка вот они утушивается до прозрачности такой вот теперь я солю пищу эти мешают можно добавлять туда помидорки вот я один были такие немножко такие не кондиция помидорок а теперь добавляем туда положим три яичка еще чуть-чуть посолю чуть-чуть и все это перемешивается до однородной массы вот да вот такой вот прямо вот и оставляется на маме вот такая вот она получается как каша кашка но очень вкусно вот так вот и все и оставляется на пять минут можно закрыть крышечка когда так вот яйцо и он очень вкусно на ужин это шикарно будем детям делать на дети мы готовим мама готовит называемые это бабушкины наггетсы они они ничего не едят кроме бабушкины периодически мы достаем три тарелочки принцип там двойная панировка да это родная грудка да это куриная грудка она нарезанная как я их называю червячка чтобы меленько было убиваю яйцо уже посажу чуть-чуть мы будем обмасывать теперь во вторую тарелочку кладем а в третью тарелочку мы кладем панировочные сухари да эти панировочные сухари я все время покупаю в лизе да очень хорошие но в этот раз они меленькие видишь какие меленькие а в этот раз покрупнее ну да они каждый раз по разным по разным очень вкусные но мы храним их я храню их в морозилке даже во первых это булка промолота уже старая чтобы не завернулись на червяки ничего в морозилке вот здесь она без добавки здесь просто всякая булка промолота да и вот мучка теперь будем готовить так вот у нас получил за то время вот у нас получилось вот она такая вкусная кабачки ветер как все на этом у нас закончилось отставлю и все да можно горячего вкуснее на конечно холодную теперь ставим сковородку сковородку побольше немножечко маслица хотя мы не очень любим масло это чтобы было жирное а теперь суть такая вот он пока у нас разогревается сперва вот эти кусочки у нас маленькими вот такими кусочками вот такими это так дети любят да вот такими червячками делала крупнее делала квадратниками не едят вот такими нравится да да вот такие вот вот я их муки вот так вот отбаливаю стряхаю вот так вот потом кладу яйцо а вот у меня разогрелась сковородка я убавляю на самом маленький вот и сюда муку я кладу перед яйцом для того чтобы это лучше прилипло к мясу вот и вот так вот и вот у меня на маленьком на совсем маленьком огоньке вообще вот это я не довожу вот она у меня сейчас обжарится не довожу до корочки потому что иначе вот это сухари будут гореть а горелые мои не едят поэтому вот так вот мы делаем на медленном огоньке как только чуть-чуть вот схватится прозовеет так вот и я сразу снимаю складываю вот сюда нет вот и в духовку и в духовке она у меня же доходит и получается не подгорелый жареный вот так вот они схватились немножечко я их уже тоже переворачиваю огонек вот такой совсем маленький ну масло кипит масло кипит вот я вот так вот переверну вот и вот дождусь той стороны вот такого и складываю и они все доходят кусочки маленькие вот в это время готовлю другую партию вот обжарили вот на медленном огне она получается вот такие вот красивые если большой огонь то будет гореть панировка это будет некрасивая черные так далее вот на медленном они у меня схватились доводится что можно кушать можно уже в духовке мы все делаем духовку кладем тем более это для детей какой температур вот 180 градусов на 15 минут вот заранее включила вот сейчас она нагреется ну вот пока готовится у нас курица на без найдется когда теперь у нас жарится рыба ну это рыба уже идет взрослую потому что дети не едят это едят это будет зятя как бы у меня и дочке дочка у меня купила вот такой филе трески вроде так она ничего хорошая не отделяется от кожи кожи я имею ввиду не отделяется мясо то есть оно свежее не отделяется от кожи а так вообще филе с кожей нечистое филе я нарезаю кусочками в этот раз массу и кладу очень мало только для того чтобы не пригорело потому что все я довожу до дома до духу в духовке если жарить вот просто обжарил его это сама не не используя духовку то конечно побольше масла что большая температура масла она начинает кипеть и тем самым прожаривается это здесь выделился сок а этот сок выделился тут я еще некоторые вот было вот она немножко не говорю не до растаявшие вот я его положила потом я это все сложу вот 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 у меня понравился лучок сверху и в духовку тоже на 10-15 минут полукольцами полукольцами еще еще немаловажно это самое ведь вот когда я кладу муку я всегда солю муку не рыбу а муку и вот я вот я добавила муку вот так вот я посолила перемешала то есть получается соль равномерно распределилась мукой то есть не получится так что один лук посоленый другой нет это вот немаловажная вещь всегда можно или иногда даже перчик добавляю когда если не рыбу а мясо например жарю так что вот всегда в муку добавляю соль или специи и будет и вот у нас дегустатор тут наш толстый лежит до баночка покушал кузечка у нас такое толстенькая да ты покушала лежит мама готовит она лежит ждет когда вдруг что упадет до баночка вдруг что перекусить дадут до баночка вот лежала лапки ну вот я обжарила рыбку вот она вот так вот выглядит вот тоже слегка вот так обжарена вторых видите еще не совсем она до середины вот туда же это сама пока обжарила за это время у меня подоспела найдется покажу какие вот они получились вот такие вот вот такие найдется теперь я ставлю теперь я ставлю рыбу рыбу тоже ставлю на 15 минут но лук я кладу сверху вот так буду посыпать только где-то минут за 5 до кончая вот таки но рига полностью готов внутри полностью готова вот они беленькие и не обгоревшие но они видите так вот почти как куплены пробовала делать кляре идет нет случае вот все такие вот и сыр бывает добавляла вот в этот самый панировочные сухари нет вот именно вот в таком классическом варианте они вот любят и вот такая вот вкуснятина у нас получается очень-очень вкусно и очень-очень ароматно что нам тоже есть Я надеюсь, вам понравилось такое видео, оно было для вас полезным и интересным, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх, если понравилось, пальчики вниз, если не понравилось, всех люблю, целую и до новых встреч!